Актриса 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 Руководство в достижении цели Всегда приносит плоды Хорошо, хорошо, вот здесь, Ольчик Хорошо, вот здесь, да? Да, вот точка Сюда, ближе, 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 мне кажется Вперед, вперед Это опять я А это ты? Ну что же ты? Что ж ты мне так долго звонишь Ааа, хорошо Хорошо, я перезвоню тебе вечно. Приходи на мои похороны. Все, перезвоню. Чуть-чуть ближе, Оль, чуть-чуть ближе. Идите сюда, к авансцене. Ага. Вот сюда. Я именно в детстве решила стать артисткой. У меня творческая семья. Мама в хоре пела. Папа на баяне играл. Они вообще оба у меня творческие. Ого-го, выдавали там. У-у-у, папа на баяне играет, мама на свадьбе танцует и поет. Вот это вообще, что вы. Я думаю, все это, конечно, по наследству передается. Сейчас я могу на баяне частушки играть. Знаете, как? На баяне частушки играть и петь. И вообще, это коронный номер. Значит, я хочу лежать на Баганьке. Там, где мама. Не говорите все время ей. Хорошо, хорошо, только не говорите все время ей. Все равно в трубку только посмотрите. На Баганьке, там, где мама. Все. Вот там на имячат свои шеи. Ее часто сможем встретить, так? Ты записываешь? Ну, запиши, а. Ну, посади ты его. Ну, сходи за карандашом. Я с ним поговорю. Угу. Миша, дай мне. Миша. Миша. Миша, как ты себя чувствуешь? Да. Не слышал. Алло, Миша. Миша, здесь слуховой аппарат. У мамы, таких в Москве четыре штуки. Миша. Она догадалась, сделай пухуха. Миша, это Мария. Миша, куда вы идете? В такую поздноту. Вы же опоздаете. Прием до трех сидеть, да. Еще четыре часа. О-о-о. Слушай, он уже ничего не помнит. Не предупреждает. Не предупреждает. Не предупреждает. Не без грамот. Алло, Миша, это Маша Ширин. Репетиция – это роскошь в наше время, мне кажется. Потому что я же репетирую по разным площадкам. Там вот центр Казанцева, другой театр, антрепризные есть. Какие-то у меня ангажементы сейчас вот, да, на сцене. Что же касается самого Вальмона, то многие побаиваются, приобрести в его лице врага. Никто не испытывает ни малейшего уважения, но все с ним подчеркнута обходители. Мадам. Вальмон. Какая приятная неожиданность. С Олей закончить репетицию очень сложно. Если она только не куда-то опаздывает, потому что Оле два состояния. Либо она опаздывает, поэтому она, значит, бегом еще до конца репетиции. Если нет, то Олечка, все, у нас зал закончилось, все, Оля, мы должны выйти. Нет, подожди. Нет, еще давай вот это вот. Или, Оля, сейчас мы не будем проходить танец. Так, все, нет, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если есть эта актриса, то пустой сцены нет. Потому что она берет любого партнера, хватает, пойдем, пойдем, пройдем, пойдем, пройдем. Вот здесь, говорю, Оля, подожди, здесь не так стоит, не та выгородка. Это вообще декорация другой сцены. Неважно все, дайте мне, где мой стул, где вот я вот здесь сижу. Вот, вот так вот. То есть, вот это тяжело, но это как? Это тяжело как? Прежде всего с талантливым человеком, ярким, интересным. С талантом вообще очень тяжело. Вы знаете, о чем я сейчас подумала? Ровно год назад мы задались вопросом. Кто из нашего окружения более всего счастлив и достоин зависти? И все в один голос сказали. Мадам Гатуха. Да, вы. Кажется, были с ней до последней ее минуты рядом. Все время, со дня ее приезда в монастырь, на нее невозможно было смотреть и с содрогами. Но все же, я думаю, она еще стала бы науке. Если бы это... Несносный, несносный. Несносный, консинель. Не исхитрился сообщить всем свете вашего племянника. А в кино ты приходишь, и уже из тебя берут то, что ты можешь. Если ты не работаешь в театре, то ты должен постоянно тогда в жизни, как бы, внутри вот это черпать постоянно, постоянно. А это же все равно нужно где-то применять, нужно где-то пробовать. А сейчас, как правило, даже кино, даже полные метры снимаются впопыха. Доктор, помогите мне. Вообще полеглиники нет никого. Что случилось? Кость застряла. Где застряла? У горли. А вы где подумали? Вообще-то я гинеколог. Вы скорую пробовали вызывать? Доктор, сделайте что-нибудь. Я сейчас задохнусь. Валька ему своя. А кости не вытянула. Я ее зато выкину. Пожалуйста, проходите, садитесь на стул. Сюда, поближе к свету. Вот на этот стул, пожалуйста. Открывайте рот. И не закрывайте, пока я вам не скажу. Ясно? Здравствуйте. Так, еще раз. Открывайте широко рот и не вздумайте его закрыть, иначе останетесь без зубов. Все ясно? Опа. Ой, как хорошо. Спасибо вам. Вы можете пройти, и умоться у вас тоже потекла. Думала, что все, конец. Я всегда, когда что-то напишу, даже если там нет для нее роли, я и отправляю это читать. Она меня сразу подкупила тем, что она не боялась на экране выглядеть смешной. А мне кажется, что человек, который не боится выглядеть смешным на экране, он как бы вот родом из детства. А я таких людей собираю, и вокруг себя, и, в общем, все актеры, которые умеют это делать. Это абсолютно мои люди, они со мной всегда были, есть и будут. Это в советской-то школе. Встань. Горе наше общественное. А че я, Тамарина Ивановна? Я что, хуже всех? Самокритика – это хорошо, Зорин. Это по-пионерски. Но ты хуже всех. А знаешь, почему? Потому что ты книжку одну в своей жизни прочитал. Букварь называется. Тише, тише все. А знаешь, почему? Потому что мать твоя, вместо того, чтобы как следует в колхозе работать, она теплицами занимается и помидорки выращивает. А ты вместе с ней. И ничего ты в жизни больше, Зорин, не знаешь, кроме этих куркульских помидорчиков. И пашешь там целыми сутками, вместо того, чтобы книжки читать. Смотри, Зорин, на Симочку. Симочка, возьми ты над ним пионерское шефство. Надзорином, у тебя есть чему поучиться. Мы с ней вместе работали в многосерийном фильме «Серафим Берекрасная». С ней были партнерши. Мне было очень приятно. Очень веселая, позитивная женщина. Всегда молодая, всегда красивая, всегда эффектная. У нее многому учусь. Я не стучала. Я никогда не стучу. Да? А почему же ты тогда в отличника ходишь? Просто так, что ли? Я занимаюсь, вот и хожу. Ой, она занимается. Стучит, стучит на каждого. И перед директором на задних лапах ходит. И перед Марьей в ванной. Я слыхала все. Чем такая, что ты не стучала? Не стучала. Бей ее, бей, жаба! Бей ее, бей! Жаба! Ослепный жаба! Стой, Витя! А как же капитанская дочка? В другой раз. Стой, Витя! 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 Стой! Симочка! Сим, а что здесь было? Это кто тебя так? Зорин! Нет. Он у меня из школы вылетит. Ахламон такой. Он бил тебя? Нет. Не бил он меня. Слышите, не бил. Это я сама случайно упала. Как же это ты упала? А вот так. А у меня одна подруга рассказывала. Мне, говорит, сложная сцена, все. Ну, какой-то сериал. И она говорит, боже мой, подождите, я прошу вас, подождите. Дайте мне пять минут, я сосредоточусь буквально. Ведь Дастин Хоффман, час же ждали, чтобы он сосредоточился в фильме. Крамер против Крамера, пожалуйста. Вдруг голос продюсера. Мы в Одессе, а не в Америке. И ваш гонорар, столько-то, столько-то. Идите в кадр, у нас нет времени. В общем, ты должен всегда быть в таком тонусе, каком-то бешеном. Вот в каком-то таком тонусе, в такой боевой готовности постоянно. Поэтому, когда я прихожу домой, меня нет. Меня для семьи нет. Они меня вырывают. Они говорят, так, значит, вот это ты планируешь, вот это мы вырываем для себя. То есть я выписываю для себя, говорю, что вот это у меня занят. Вот эти дни у меня заняты. Потому что это святые дни для семьи. Я ее снимаю, и я понимаю, что я писала именно это. Именно это и не что иное больше. Потому что умение прочитать сценарий так, как его задумал режиссер, а я сама всегда свои сценарии и пишу, и снимаю, так уж повелось. Вы знаете, это дорогого стоит. Вот Оля абсолютно тот человек, который умеет прочитать мое. Она как-то написала мне потрясающее письмо. Мы с ней очень часто общаемся, и мы с ней, в общем, и в жизни подруги. Она написала мне письмо. Знаешь, после твоих сценариев мне не страшно стареть. Я говорю, почему Оля? Она говорит, потому что я понимаю, что я еще столько хорошего могу сыграть. У меня еще впереди столько комических старух, у меня еще впереди столько... Я говорю, Оля, подожди, 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 но сейчас же еще не тот возраст. Она говорит, нет, мне теперь спокойно стареть. Я приготовилась. А то некоторые приходят, вообще не знают сами, что хотят. Вот, смотрите. Липосарция. Ну, кое-где-где нужно. Вот это. Так. Хочу откорректировать грудь. Кукин все равно не заметит, а я буду чувствовать себя как королева, правильно? Вот, это месотерапия. Это пилинг. А что вы так смотрите на меня? Я что-то не так говорю? Нет, все абсолютно так. Я вас полностью поддерживаю, правда? Вы молодец. Ну так. Но. Ну. Вначале мы все-таки сделаем анализы. Хорошо. И решим, какие процедуры можно сразу делать. Так. А какие, может быть, отложим на потом. Договорились? Да, 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 я понимаю. Я поэтому пришла к вам, Еленочка Леонардовна. Вы всегда так добрые ко мне. Если механик работает с гаечками, токарь, деталь высекает, а мы работаем с внутренними движениями души, поэтому это, конечно, такая интересная история. Иногда садишься и думаешь, я не хочу учить текст. Я так не хочу текст учить. Не понимаю, почему. Не могу, не могу. Оказывается, просто ты не нашел, не зацепился. И ты не можешь даже приступить к этому, пока ты не нашел в этом какое-то чувство любви. Чуть-чуть. Вот ты что-то нашел чуть-чуть и начинаешь потихоньку вытаскивать, вытаскиваешь. Пока она начинает звенеть. А, так вот как. А, так вот поэтому она вот это говорит, потому что она вот в тот момент у него была такая ситуация, и ей было его жалко. Именно поэтому она сейчас трактует вот эту ситуацию, потому что в тот момент ей было его жалко. Хорошо. Тогда вот так. И тогда она начинает живая ситуация, быть, не просто холостой текст, мертвый, тогда он сам запоминается, прыгает в тебя. Но ты ходишь все время с ним. Это рисунки моего сына. Их даже на выставку посылали. Вам нравится? Да, очень. А вот угадайте, кто там нарисован? Вот здесь? Да. Ну, золушка. Да вы что, не узнаете? Это же я. А. Спасибо. Понимаете, он ведь у нас поздний. Такая радость. Еще мальчик. Муж чуть с ума не сошел от восторга. По ночам к нему к маленькому вставал, пеленки менял. Ха-ха-ха, умора. Вы знаете, он вообще считает, что из Андрюшеньки получится знаменитый художник. Он им очень гордится. Я вас обязательно познакомлю с сыном. Я уверена, он вам понравится. Он просто не может не понравиться. Мороз, Серебренников, Никита Сергеевич, конечно, Михалков. Потрясающе. Скажите, а вот те фотографии, которые я показывала с Идье, я могу их забрать? Не знаю. Я должна оставаться здесь? Да. Ну, я все рассказала. Вы таком в порядке. Так, господа присяжные. Какой-то. Прошу вас сейчас следовать за мной. Любовь к артисту полная. Вот просто полная. Юра Грымов. Хотя они нас все используют уже. Уже все они используют. Вот просто для своих режиссерских амбиций. Ну, мы согласны. Мы как жены. Знаете, у режиссера получается. То есть вот он хочет так, значит, ты должен сделать так. Режиссер хочет так, ты должен сделать так. Но, конечно, когда тебя режиссер любит, то ты это на площадке всегда чувствуешь. Всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что ты, Олечка, солнышка. Я тебя поздравляю. Спасибо. Вам понравилась спектакльная? Роскошная. Роскошная, да? Да. Вот девочка, видите, начинающая звезда. Настя Малка. Очень приятно. Очень приятно. Вы все на пятки. Настя мне на пятки наступает. Ты, Настя, на пятки. Все друг друга раздавают на пятки. Ну, так красиво. Красиво, да? Вот если бы у нас не было бы Хохлова в этом проекте, я думаю, что все бы так... А когда Хохлова, да, появляется... Да, я слушаю, смотри. И все. А еще, когда я говорю, Ольга, молодец, мне так нравится, как ты вот... Хорошо, хорошо. Она говорит, только мне не говори этого. Только, пожалуйста, мне не говори, что я хорошая артистка. Скромная еще. Только бы вы зла на меня не держали. Дорогая моя. Я никогда не забуду ваше участие. Да если я себе все это вообразила. Мы вместе с вами посмеемся. Над моей глупостью? Над твоей глупостью. Над нашей глупостью. А поезжайте к тетушке, в это время страсти улягутся. Это ты мой тех, что ли, говоришь? Она за всех знает. Представляешь, да? Вот профессионал. А вдруг вы не скажете. А вдруг она не скажет. Олечка, я тебе желаю всегда оставаться такой же красивой, молодой, счастливой, чтобы у тебя горели глаза. И ты играла, вот так выходила, и все аплодировали. Как тебе аплодировали сегодня? Мы партнерши, подруги. Общаемся с ней в одной стезе. И мне бы было очень приятно с ней поработать еще. Я счастлива, что я в работе с такими замечательными людьми. Оле, я тебе желаю дальнейших творческих успехов. Счастья, любви, здоровья. Всего человеческого, какого-то вот такого, всех человеческих домов. Я тебе очень благодарна за то, что в любой момент дня и особенно ночи я могу набрать твой номер телефона, услышать твой голос. И как тебе после моих сценариев не страшно стареть, так мне после разговора с тобой не страшно жить. Большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо. И мне бы хотелось быть на своем месте. Я не нашла еще свое место. Я бы хотела найти свое место. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.